Беда Всего в опасной зоне проживает 17 человек. Несмотря на страшные условия, деваться этим людям некуда. Живут здесь в основном одинокие пенсионеры и люди с очень низким достатком. Илюшинские самолеты отвоевывают российское небо у иноземных Боингов. Авиакомпания «Кроссер» приобретает в Воронеже у Илюшинфинанс уже не первый борт. Ил-96 – суперсамолет с новой составляющей авиационного топлива, с современной системой управления, где есть предупреждение о столкновении в воздухе. Специалисты говорят, Боинг отдыхает и потеснится проверенный Ил-86. Мы предпочитаем тот самолет, который позволит нам реально его отработать на той внешней бизнесе, где мы находимся. Если вы сравните самолет, скажем, Ил-96 с Боингом 757, мы ничем не уступаем в техническом плане. Стоимость такого самолета за раз не платит ни одной российской авиакомпании. «Кроссер» приобрела 2 Ил-96 в рассрочку на 15 лет по договору лизинга. Знаете ли вы свои права? Так называется анкета, которую сегодня на остановках и в автобусах заполняли многие пассажиры. Опрос проводили инспекторы городского отдела по защите прав потребителей. Они решили изучить общественное мнение и навести порядок на транспорте. Ведь только за прошедший год красноярцы направили чиновникам около 300 жалоб на маршрутников. Ревизоры составили список из 13 самых острых вопросов и отправились в народ. Как по вашему можно оценить работу пассажирского транспорта? Пассажиров, к примеру, спрашивали, какими маршрутами они чаще пользуются. Не мешает ли музыка в автобусах? Где останавливается транспорт? И объявляют ли кондукторы остановки? Ответы ревизоры получили исчерпывающие. Часто гонки устраивают. А вот здесь этого нету, что пришлось самой дописать. А вот это, по-моему, самое основное, что постоянно соревнуются без за собой, устраивают непонятные гонки. Ну вот я, например, на 97-м, вот с утра уехать невозможно, а днем мы просто пруд пруди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!